Что, у нас сегодня был достаточно насыщенный день в 2 мая спикеров. Я верю, что вы не так сильно устали, потому что у меня это архитектура. Я верю, что я буду ожидать от вас правной связи иногда и определенный эффект. Хорошо, перед тем как мы начнем, что работает? Перед тем как мы начнем, хочу рассказать небольшую историю. Эта история случилась со мной, когда я был маленький и зеленый. Я пришел в одну компанию, и это была уже таковая компания, они занимались разработкой BDE. И в определенный момент ребята решили, что они хотят добавить такой плагичек в BDE. Этот плагин позволял бэкэмп-разработчику сразу намапить определенные контроллеры и намапить на определенные формы и сразу собрать определенный прошлый UI. То есть при подключении этого плагинчика можно было добавить дополнительную библиотечку и насыдапить непосредственно какой-то UI. Именно в этот момент эта компания выстрелила, то есть у них сработано. И почему я рассказываю эту историю? Потому что в этой компании был техлип, был архитектор. Это был вот такой вот техлип, техлип, который именно в компании публировал направления C-Sharp, C++, Java и естественно JavaScript. Его профессиональными интересами было функциональное программирование, компиляторы и интерпретаторы. И при написании вот такого плагинчика он непосредственно приметил вот эту часть. И он написал функционально-реактивный фреймворк. То есть этот фреймворк, он был достаточно эффективен. Он решал задачи с динамическими формулами. Потому как мы не знали, что он мог написать в руку, как это было, как он мог это использовать. Был написан, сегодня было много слов про GraphQL, был написан GraphQL, подобный синтаксис. Это все была закрытая разработка. И как выглядела сама имплементация в тот момент, когда я пришел на проект. Чтобы дописать какую-то бизнес-слойку, я писал функционально-реактивную монарху. То есть вот это была моя часть, если я хотел какую-то бизнес-слойку заменить. И это был вот такой вот пример архитектуры, когда в духе стартапов, в духе продуктовой разработки была решена определенная бизнес-задача. Впоследствии другая история. Эта история, скорее всего, более традиционная. Она уже случилась в мире отзорса. Благо, у меня был проект, где у нас было 50 человек. 17 человек было на фронте. У нас были 40 партийендеры нашей библиотеки. Мы разрабатывали определенную платформу. На базе этой платформы мы выпустили несколько продуктов. Это были решения в сфере инфицины, в сфере коллективовки приборов и в сфере специальных приборов для строителей где-то на американском рынке. И в данной команде у нас были суровые кинфод продал. Мы были суровыми адептами кинфода. Наши контракты, они были достаточно строгие, потому как на моей памяти был случай, когда один из таких примеров, что наш компонент имплементил определенную недокоментированную фичуру. То есть у нас где-то был вставлен дополнительный await, то есть один разработчик на поездах. В определенной функции добавил await. Наши 45 партийендеры, то есть мы реанализируя этот код, в какой-то момент поняли, что в принципе это не покрыто ни тестами, мы этим не пользуемся, это можно удалить. То есть мы это удаляем, выпускаем следующий релиз, и 45 партийендеры на следующий день произносят традиционную сложившуюся фразу, которая звучит как biopod. То есть у них что-то поломалось, потому как мы что-то замерли на трактах. Это был другой пример архитектуры, когда все достаточно было задокументировано, все было хорошо описано, каждый шаг и этап. Он был достаточно последовательным. И вот с таким подходом, с такими двумя историями, поводом проектировать архитектуру, я хочу участвовать в следующем объекте. Перед тем, как мы начнем, давайте познакомимся. Меня зовут Олег, я обучаю JavaScript, я муж и отец. И скорее всего, вот эти иконочки вы знаете, это компания, с которыми я сотрудничал. И в данный момент я являюсь в виду компания ArticSoft. Хакер со сцены я вас не буду, тем более у вас закрыт Revent. Так или иначе, ArticSoft, пару слов про ArticSoft. ArticSoft занимается решениями в сфере тревела. Есть несколько крупных тревел-аккаунтов, которые у вас есть. И мы осуществляем консалтинговые услуги, это естественно исходим по имплементации того, что мы на концентрировании. Перед тем, как я начну, у меня такой вопрос. Вы теперь знаете меня, что меня вопрос к вам. Скажите, есть ли здесь те, кто ты, архитекторы? Примите, пожалуйста, руки, если такие есть. Один человек, два человека. Хорошо. Дальше попал на меня был вопрос. Опустить руки те, у кого опыт больше воды. Ну, два человека. Хорошо. Я получил общение. Перейдем, как мы глянемся дальше. Я бы хотел разобрать такую тему, которая выглядит как complexity нашего данного обеспечения. Complexity. Есть ли какие-то тенденции к тому, что тот софт, который мы пишем сегодня, он сложнее, чем тот софт, который был написан ранее. Если мы даже будем рассматривать 5 лет назад, 10 лет назад, 12 лет назад. Есть мнение, что, собственно, это проще. Я могу сказать, что я могу проверить только последние 10 лет. Поэтому это порядка, то есть это близко к моему опыту по раннему обеспечению. Умные книжки вроде Мартина Фаулера и Роберта Мартина, они говорят, что раньше было проще, но так или иначе, сейчас становится сложнее. Мы еще вот обязательно об этом поговорим, стало оно сложнее или не стало, но так или иначе, к чему это приводит? Вы можете сами, в принципе, это измерить по такой вот одной вещи, которая распространяется независимо от разработчиков или не разработчиков. Она выглядит вот так. У нас есть компьютеризация. Наша компьютеризация ведет к тому, что мы хотим оцифровать практически многие наши действия, оцифровать многие наши шаги. И эта тенденция, она распространяется, то есть, скажем так, даже почему растет рынок IT? Потому что бизнес, потому что общество хочет переносить больше данных в цифровой виде. Буквально час назад я узнал, что с цифровой цифровой – это все ваши характеристики. У вас есть уйма всяких метрик, и он знает, какие дела у вас галки, что вам нужно будет оценить, чтобы получить промоушен. Так что я думаю, что будет так или иначе с этим еще ближе. И впоследствии этой компьютеризации у нас подавляется вот такой сегмент, который я вам взял вот здесь Enterprise. Но это решение в сфере P2P, P2C, P2P, P2P и так далее. Но если я говорю непосредственно про Enterprise, я бы хотел обратить внимание на то, что Enterprise именно в сфере того, что мы хотим решить задачи долгосрочные. Потому как, если смотреть, в общем, на тенденцию, если рассматривать, возьмем даже примерный интернет-магазин, пускай даже Азон. Десять лет назад у них был бизнес-процесс. Нажми товар купить, он попадет в корзину, нажми отправить. Всех бизнес-процесс не изменился. Если взять другой интернет-магазин, у них будет, в принципе, бизнес-процесс у них разберется такой же. При этом, вот этот самый Enterprise, их бизнес-процесс, их бизнес-логика, бизнес-рулы, они, в принципе, меняются, но не так сильно. Но при этом, что это возлагает, естественно, на разработчика? То есть, тот ход, который вы пишете сегодня, он может проработать, ну, около 3 года. Но если мы рассматриваем Enterprise, это может быть 5, иногда даже 10 лет. То есть, вы сегодня выбираете React, вы сегодня выбираете Go-ok, но через 10 лет этой технологии, в принципе, не существует. То есть, те решения, которые вы написали сейчас, будут ли они иметь место через 5 лет, кто их будет поддерживать? Что с этим кодом делать? И в дополнение вот к такому, как Polyclick Enterprise, здесь у нас добавляется еще особый бизнес-рулы, особая application-логика. Обычно бизнес-рулы, там, в контексте Enterprise, это когда в банк приходит, например, клиент и говорит, слушайте, я такой большой клиент, делайте для меня основные условия, я хочу, чтобы у меня было не так, как у всех. Или, ну, подобные решения могут быть в других сферах. И чаще всего именно вот эти вот бизнес-рулы, ну, по моему опыту, и чаще по гидбеку от разработчиков, как именно бизнес-рулы, они могут противоречить со здравым смыслом. Наверняка вы с этим сталкивались. Как говорится, заказчик так хочет. Даже с учетом консалтинга, то есть, понимание определенных вещей, у него есть больше внимания в этой сфере. Что же с этим делать? Или, скажем так, перед третенком на ночном, есть такая вещь, которая называется очень легкость код. Есть такая тенденция. Сейчас, почему, есть ряд краудов, ряд бизнес-сегментов, которые, в том числе с Америки, заходят к нам, сюда на рынок, в Новокровенске и по аутсорсинговой компании. Потому что у них есть определенный написанный код. И этот код со временем, он по-прежнему функционален, но добавление новых фич, расширение его новыми возможностями, добавление новых, как хотел, они начинают сталкиваться с определенным барьером. Либо это стоит слишком дорого, либо в этот момент это подсказывается, что ваш код, он достаточно был написан не следует лучшим практикам. Раньше мы 20 лет так не писали, сейчас мы научились. У нас есть готовые, классные команды. Мы продвинутая IT-компания. Примерно с такими словами, может быть, секторы продают, что у вас есть готовая команда, вы все это перепишите классно. Вот этот ваш легосик. Вот теперь вы будете делировать фичу, как сегодня было сказано, с 3 часа. Новая фича будет делировать, с 3 часа. Но сейчас эти, наверняка, самые известные примеры, сарапал, что они 6 месяцев добавляют маленьких функционалов. То есть они там pull request, review, 10 000 UI-тестов, определенных интеграционных текстов. В итоге, что мы хотим? Было бы очень классно, чтобы наше приложение не было связано с определенными технологиями. Так как, в принципе, мы про front-end, то в данном случае, выбирая React, вот даже если бы мы выбрали React, если бы мы выбрали Angular, будет ли это решение актуально через 10 лет, через 7 лет и так далее. При этом наша логика, она достаточно интенсивирована, а наши те решения и салюшены, которые мы делаем, они у нас мировозрочные переступивы. Естественно, крайне редко бывает, что в интерпрайсе живет в изоляции от внешнего мира. Естественно, есть интервенции с сервисами, и хорошо, чтобы это было мягко. И, естественно, при добавлении новой фичи, независимо от того, как кодовая база растет, мы еще так же могли просто добавлять. И вот на этой ноте я наконец-таки предлагаю поговорить про софтвер-архитетики. Как нам подходы в архитектуре помогают решить вот эти вот задачи, которые во всем усложняющемся программном обеспечении ставят на новые вызовы. И для того, чтобы поговорить об архитектуре программного обеспечения, здесь есть такая вот отсылка, что сам тервен архитектура и программное обеспечение, мне кажется, они не говорят только ленивые. Здесь вот можно смело начать с такого вопроса, что такое архитектура программного обеспечения. Но перед тем, как к этому принципу двинуться, к этому тервину, я бы хотел сказать, что есть смысл рассмотреть, что такое вообще архитектура. Потому что само слово архитектура в архитектуре программного обеспечения это лишь попытка донести до большинства людей те абстракции, которые вам с этим скрываться. В основном, архитектура понятна. Самый простой пример – у нас есть дом. Все понятно. То есть даже сейчас пришло достаточно много лет. Вы знаете, что у дома должен быть фундамент, должны быть окна определенного размера, будет классно, если есть крыша, значит, будет холодно, классно, если есть стены. И, к примеру, в принципе, он достаточно понятен. При этом, так как IT, как говоря, 70 лет, строительство зданий сильно больше, то если вы даже будете спросить у человека, слушай, что ты знаешь про архитектуру? Ну, скажем, ну, фундамент нужен. Ну, там, классно, окна есть. Потому что общая масса людей, она уже достаточно понимает строить дома. Мы уже видели много этих домов. Но именно когда мы говорим про архитектуру программного обеспечения, иногда вот в этих вот тех терминах, в тех общих принципах и правилах, которые есть, у нас могут быть разногласия. Потому как либо разногласия, либо мы как-то не сверили свой словарь, и, в общем-то, мы знаем, что нам нужен даже при постройке архитектуры приложение, что нам нужно туда, что мы знаем, что нужно использовать определенные подходы. Поэтому что же такое архитектура программного обеспечения? Ну, естественно, архитектура – это метафора. То есть это аналог архитектуры здания. Здесь прямого примера, что это означает, в данном контексте нет. Архитектура – это совокупность решений об организации программной системы. Ну, самый-самый банальный пример, возвращаясь к теме зданий, что мы знаем, чтобы у нас было эффективно построено здание, где нужно стена, крыша. То есть это совокупность решений. Следующее, что можно добавить к архитектуре, что архитектура относится к фундаментальным решениям приложения и набору правил о создании фундаментальных решений системы. Фраза достаточно заумная. Я бы сказал, что… На что мы можем обратить внимание? Что при том же самой постройке дома мы знаем, что сначала нам нужно, грубо говоря, шпатлевать, потом поклеить обои, потом что-нибудь там еще сделать. Но если мы сделаем сначала… Ну, естественно, если мы сначала клеим обои, потом шпатлеваем, потом сделаем что-то еще, то значит, ну, какие-то правила не стыли. Вот точно так же это такие же правила, они есть для программного обеспечения. Другой момент. Архитектура отражает важные проектные решения по формированию системы, где уже сопределяется стоимость безумий. Пример, скорее всего, вот такой. К вам приходит ваша любимая жена и говорит, «Слушай, я хочу себе дачу и суба». Вы говорите, ну, в принципе, вы нам накинули, посчитали хорошую дачу и субу построили. Начинаете строить дачу, выбрали место, расположили, чуть-чуть обделали ванну как-нибудь красиво, и потом уже она приходит и говорит, «Слушай, я видео в интернете посмотрела, и суба не хочу, давай из кирпича». И вот эта стоимость этого решения, вы понимаете, что вы не можете идти с кем. И уже там сколько-то денег уже было в этом потрачено. В программном обеспечении у нас есть такая же история. Но, как правило, эта история выглядит так, что хочу дачу и суба, потом проект начинает взлетать, и заказчик говорит, «Хочу еще плюс четыре этажа сверху». «Хочу еще плюс четыре этажа сверху». В принципе тоже не совсем уже сработать. И последнее, что я еще начну об этом добавлю, что архитектура – это набор правил принципов организации моделей, дизайна, конфесса и взаимодействия между ними. И об этом мы еще будем говорить. Что же такое плохая архитектура? И стоя здесь на сцене, я утверждаю, что плохая архитектура – это отсутствие архитектуры. Ну, так как я на сцене, а вопросы будут только в конце, я могу вам здесь чего угодно продавать. Может, я это просто придумал, чтобы вам продать. Поэтому здесь следующий вопрос. Почему? Да, это да. Здесь есть определенные методы. Есть определенная метрика, про которую ребята, тех людей, они наверняка про нее знают. Вы наверняка тоже об этом слышали, что когда-то еще Эдвард Дейкс рассказал такую вещь. «Программу должны понимать, кроме компьютера, еще и люди». После вот этой вот фразы было написано уйма книг, построено на теории, много всего продано, целые концепции были сделаны. И как это непосредственно выразилось в архитектуре? Суть архитектуры лежит в коллективном понимании разработчика устройства системы. Это прекрасно. Что такое коллективное понимание? Как это измерить? Есть вот такой вот программист, TNB, техлит-архитектор. Он придумал вот такое вот право. То есть техлит или проектировщик на проекте делает экономичную рассылку, в которой написан вопрос для чего команды. «Опишите устройство системы четырьмя словами». То есть разные люди с командой, они писают, как выглядит ваша система, и потом тихо-либо смотрят, как оно в принципе, или они все разные. Здесь возникает вопрос, что такое устройство системы. Устройство системы, в данном случае, это когда к вам пришла юзер стоянка, как-нибудь, вы примерно понимаете, что там нужно сделать, какими структурами, чем вы будете оперировать, для того, чтобы ее сделать. Вот похожую рассылку я делаю, себя проверял. И если, например, ну кто-то сказал, что у нас Redux, кто-то сказал, что у нас Redux, здесь я напишу Action, здесь у меня будут там какие-нибудь сервисы, то может быть они примерно об одном и том же. Если кто-то сказал, вот вообще что-то не связанное, то есть, конечно, повод задуматься о том, как он видит ваш продукт, как он видит кодовый класс, насколько вы его понимаете. Хорошо. Отвечая на вопрос, что нам очень нужно держать в голове, и проектировать архитектуры. Есть вот такое вот правило, которое выглядит как магическое число 7 плюс минус 2. Поднимите, кто-нибудь слышал о таком? О! Ну я увидел, было на две руки, если правильно почитал. А может, около 4, а малый человек должен знать. Магическое число 7 плюс минус 2 – это тот вот софт-скилловый порядок, который прям нужен проектировщикам или архитекторам, где, как говорится, от людей говорят, от людей требуют, слушайте, нам нужен софт-скилловый, чтобы в этом что-то делать. Магическое число 7 плюс минус 2 – его изобрел Джордж Миллер, если я не ошибаюсь. Я надеюсь, он не ошибаюсь. Еще он также называет, как Широк Миллера, и он говорит о том, что краткосрочная память у человека может в голове удерживать примерно 7 разных абстракций. Ну, плюс минус 2 – у кого-то 5, у кого-то 9. Это означает, что когда вы решите вход? Если у вас больше 5 ифчиков, то, скорее всего, вот… Ну, может быть, не у вас, а какой-нибудь разработчик. Может, я решу больше 5 ифчиков у меня в входе, я могу уже за тысячу было начинал. Если у вас больше 5 абстракций, то, в принципе, это может уже иметь место понимание того, что архитектура превысила определенные комплексы. Вот это множественное число 7 плюс минус 2 – это то, для чего мы строим архитектуру, зачем мы наблюдаем за их паттерами, как мы можем это украстить, как мы можем на это повлиять. Ну, и двигаясь, наконец-таки, дальше, зная вот эти вот все прикрытишины, хочется обратить внимание на то, что какая бывает архитектура в диаграммах. К тому, как если разбирать краткий курс, вообще все архитектуры, которые есть – это фундаментальные знания, множество книг, и в рамках доклада мы можем не вместиться. Поэтому мне предлагаю начать диаграмм и выделить важное, либо то, с чего мы можем начать. Это базовый пример буквы архитектуры. У нас есть по центру какие-нибудь доменные сущности, выше у нас есть три позитории интерфейсов, дальше у нас слой бизнес-логики, и выше у нас непосредственно клиента, который у нас могут быть. Это пример луповой архитектуры, пример архитектуры из чистой архитектуры, где у нас в центре есть какие-то сущности. Но если вот я сейчас говорю «центр», на это можно понять, какая это мишень. Сейчас мы поговорим, что это что-то за мишень, и почему именно это называются круги, или впоследствии мы будем называть это свои. В центре у нас есть определенные сущности, а в сущности у нас есть какие-то индустрии, если так мы это будем использовать. Выше у нас есть контроллеры, презентеры и так далее. На что я хочу обратить внимание, что вот многие из этих архитектур, они в свое время дизайнились для WK-инкебураторов, в первую очередь. Потому что WK столкнулся со сложным софтом, они столкнулись с этим раньше. То есть они столкнулись в 80-е годах, или 70-е, то есть вот уже тогда они начали эти фундаментальные знания накапливать. Кто на фронте, вы знаете, это вот 2000-2012 год, где примерно вот в эти годы мы сильно усложнили, потому что произошло сильное рост. И традиционная домин-дизайн архитектура, где у нас в центре доминаем модели, интерфейс репозитория, интерфейс сервиса, инфраструктура леер, и дальше наш рейн, аппликейшн леер. DDD в другом ракурсе. Это у нас entity-вэри-обжет, это мимименты, репозитория, фабрики, аппликейшн сервисы, и UI. Что я хочу вот здесь захорвать и обозначить? Что у нас есть вот этот круг, есть вот эти вот слои. То есть есть у нас первый слой, который у нас содержит долиную область, там по центре. Над ним у нас есть слой, это мне очень нравится слайд, у нас выше есть уровень, где у нас есть use case в определенной части. Что мы будем непосредственно делать? И естественно дальше у нас есть в основном строить архитектуру. Есть другие виды, например, пайповая архитектура. Сейчас, если рассматривать пайповую архитектуру, можно ссылаться на то, что она менее распространена, и даже если мы не осматриваться, только если вы не писали для терминала или для Unix какие-нибудь свои наобороты, свои extension, то есть Unix как раз он известен своей пайповой архитектурой, что вы все переливаете из одного пайпа в другой. Я уверяю, что вы примерно себе представляете, как вы производите наобороты. Так вот, старинная архитектура. В старинной архитектуре хочется захорлайтить вот такие вот стаи. У нас есть уровень или уровень предметной области. Дальше мы хочется захорлайтить сервисы, которые у нас есть непосредственно для специфичных для вашей предметной области, для вашей предметной области. Или узкие условия. И дальше у нас есть InfrastructureLayer и ApplicationLayer. И вот о них я хочу сейчас более подробно поговорить. Единственное правило, которое есть у слоев, что один слой должен зависеть только от первого вложенного его слоя. это означает, что если прямо в компоненте можно рассматривать реактор, куда или так далее, неважно какой компонент, вы будете делать карпикол, то, скорее всего, хотя недостаточно в диске, вы можете определенную определенные слои нарушить. об этом чуть дальше поговорим Keep in mind. Это правда, те же самые иллюстрации на примере иллюстрации 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 Итак, что же такое DomainWare? DomainWare это правило содержит бизнес-проеков либо бизнес-проеков но точно так же содержит бизнес-процесс то есть бизнес-процесс он не содержит компетенционного дня и это является основой фундамента то есть вот сейчас если вы спроектировали DomainWare неправильно и у вас есть так или иначе минимальный опыт при постройке зданий вы знаете если фундамент походит стены у вас могут производиться за крышу вы можете не поставить второе то же самое с программным извлечением если этот слой смоделировал за дизайном неверно в какой-то момент либо вы поглядите в рефакторе либо вы помните слайд через годик либо ваш сок может превратиться в реакцию это сложно поддерживать и здесь возникает сразу такой вопрос почему в чем особенность это а почему не какой-нибудь другой а именно это 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 да да Да, ребята, я еще добавлю такую метку, что вот этот вот слой, он, как правило, менее от других подвержен изменениям. То есть это означает, что как 20 лет назад вы нажимали добавить в корзину, купить, по-прежнему этот бизнес-процесс точно так же остался. Как 20 лет назад вы покупали в супермаркете какую-нибудь еду, они заносили в какой-то компьютер или как-то там еще себе заносили в гимашку, потом переносили в компьютер, у них точно так же этот процесс и остался. Тот сон, который вы пишете, у вас есть особая доминальная область, особая бизнес-слой по вашему проекту. И вот как раз вот этот домин-ледер, слой привитной области, вы можете его захарлайзить. Если вы его захарлайзите, мы сейчас поговорим, что такое захарлайзить, так понять, что нужно захарлайзить. Если вы его захарлайзите, скорее всего через 10 лет даже этот код, он будет прежним в момент актуальности. Хорошо. Я уверен, что вы все понимаете, что это такое, но мне хочется пару слов сказать, что такое бизнес-слой. Труды или бизнес-слогика. Хорошо. Бизнес-труды или бизнес-слогика хочется описать вот такую вот фразу, что то место, где наше программное обеспечение пересекается с реальным миром, это и есть наше бизнес-слой. Просто представьте себе это. Как это можно выразить еще, как это можно еще выразить понятия? Бизнес-слой – это определенные знания, которые вы применяете к определенному сету структур, не определенной структуре, наделяя их новым вэйлем, новым значением. Более простой пример. Вы создали класс, который вы назвали «Новость», вы назвали «Пользователь», вы назвали «Еще как-то», и вы сказали «Это сущность нового проекта. Она у меня не меняется посредством всех страниц. Если ко мне придет заказчик и скажет мне «Пользователь», я буду снимать с этим прейдж. Потому что он оперирует тем же самым термином. То есть тот же самый класс, который вы сделали, вы найдете его новым знанием, новым значением. Это вы смотерировали частично. Вот такой вот пример. Приложителька. Есть страна по номеру паспорта. Вы выбираете страну, выжимаете «Проверить». Если все равно, то приложимка вам говорит, что вы можете ехать, например, в Триланд. Что делает это приложителька? Где-то там в бэкграунде она собирает какие-то данные, как она вызывает. Она накопит его там, есть ли у него визы, есть ли у него билет назад, тысяча долларов, где-то там что-то еще. И вот пришел заказчик и говорит «Слушай, я хочу, чтобы мы по номеру паспорта могли выбрать странную, проверить, может пользователь поехать или нет». Таким, ну окей, мы завязали, потому что они больше что-то написали. Он приходит на с утверждением и говорит «Слушай, номер паспорта уже не очень, у нас есть классная фича, мы хочу загружать фотографию теперь». И что, мы, в принципе, проверяли то же самое, без номера паспорта. По фотографии мы находим человека, может не приехать или не может. А просто секьюрерность здесь вторичная. То есть изменилась ли наша бизнес-логика? Заказчик по-прежнему говорит «Найди пользователя, проверить, может ли он уехать в страну». То есть это наше бизнес-правило, оно остается неизменным. Что у нас в какой-то момент? Изменился один сервис. Один сервис искал по номеру паспорта, второй счет по фотографии. Окей, мы его подменили. Но наша бизнес-логика, она представляется в таком же виде. «Найди пользователя, проверить». Хорошо, что у нас содержит доминовые или формы? У нас здесь есть сущности, у нас есть домейн-дрибенты, у нас есть агрегаторы, другие лучшие. Что это вообще все такое? Мне нравится пример. Если говорить про сущность, мне нравится пример телефонным справочникам. В телефонном справочнике у нас есть имена пользователей. В данном случае сейчас телефонный справочник, потому что у всех в телефоне. Ну так или иначе. Представим себе такой телефонный справочник. У нас есть номер телефона и у нас есть имя пользователя. Уникальность этого пользователя, скорее всего, определяется по номеру телефона. У нас могут быть однофамильца, одноименца и так далее. В данном случае пользователь является определенным сущностью. Если обратить внимание на другой пример. У нас есть подавщик на справочнике. Он просто накидывает в коробку определенные телефоны, что-нибудь еще, список каких-нибудь товаров. Он смотрит насчет урок, учет фактура этой сущности. И, в принципе, этому подавщику мы вообще без разницы, куда придет эта посылка. То есть хотя бы у этой посылки точно также есть пользователь. То есть в данном случае наша посылка является сущностью, а пользователь это просто ее атрибут. То есть насколько я знаю, вот сейчас уже она приходит просто, держи свой номер посылки, ты можешь прийти ее забрать. То есть это два примера, когда у нас пользователь может быть сущностью, и потом может быть атрибутом. Я верю, что стало вам более отнятным. Что у нас есть по сущности? Сущность у нас описывает индивидуальные существующие элементы домина. Как правило, всегда сущность определяется по идентификатору. Должно быть что-то уникальное в этой сущности. Уникальный... Уникальный номер. То есть определенная уникальность. Это может быть даже вполне себе айтишник, если он имеет место быть. Но не по значению айтибута. И наша сущность, она непрерывно однозначно определяется на том, как тяжелее существование. Ну, например, у нас есть new user. То есть мы ему добавили new name-atres. Либо у нас есть very object. В данном случае это адрес. То есть у адреса нет уникального составляющего. У пользователя может быть много адресов. И при этом адресу не нужен уникальный какой-нибудь айтишник. Хорошо. Принавляемся дальше. Это базовая вещь, которая у вас есть на domain.way. Это то, с чего вы можете начать архитектуру на вашем проекте. С понимания вашей предметной области. Что же это за предметная область у вас. И попытаться определить ваше сущность. Что у нас дальше? Дальше у нас domain services. Или use-case layer. Use-case layer начал называть его, по-моему, маркин паттер. Что же он в себе содержит? Он содержит в себе сервисы, команды, контроллеры, реквизитория или сутиверайз. Как вы видите, здесь частично описаны имплементации непосредственно в виде определенных дизайн-паттернов. И да, когда мы дизайнерим уровень, мы можем использовать эти паттерны, к тому, как они сюда заложатся. У них есть охотный дом. Что же такое сервис на этом вопросе? В данном случае, если рассматривать сервис непосредственно в длиной области, можем рассмотреть тот же самый пример с доставкой, например, на новой почте. На новой почте есть определенная такта. Вы заказали... Причем купили что-то в каком-то магазине. Вы приходили на новую почту и говорят, заплатите 50 гривен, чтобы кто-то забрать. Откуда нельзя 50 гривен? Это домен-специфик логика, которая есть включительно на новой почте. Они знают, как рассчитать эту акцию. Если вы попросите, они вам точно скажут, по каким параметрам они это рассчитали. Видите, все их коэффициальные. Ну, может, ничего не вам расскажут. Ну, половину, как сообщено. То есть вы... Вот это вот доменной сервис, который лежит в данном случае... То есть за дизайнер. Но новое почте умеет рекомендовать это рассчитывать. И, конечно же, этот сервис не может быть перенесен, например, куда-нибудь... Мист экспресс, да, например, другой доставщик. Потому что он специфичен для этого области. Другие примеры могут быть о том, что... Ну, на моем будущем проекте мы рассчитываем на мультикаренсы. То есть мультивалютность какую-нибудь. Рассчитываем на разные блоковые или что-нибудь еще. Почти наверняка у вас есть что-нибудь еще такое же специфичное для вашего культуры. Если смотреть, возвращаясь к нашему приложению, что у нас есть плановый паспорт, мы будем это определять. То есть что мы делаем? Мы находим пользователя, проверяем, есть ли лимониза, есть ли деньги на счету, есть ли билеты, да, билет вперед-назад. Как примерно мы могли бы это задизайнить? Это один из видов сервисов. Это единственный слайд с кодом, поэтому не пугайтесь. То есть этот сервис... В чем особенность этого сервиса? Он обязательный принципу... Недальше, ноут контролл. То есть я могу на каждой... Все сюда нежать еще три разных сервиса, и потом я делаю такую вот вещь. Сходи, пожалуйста, на user verification service, проверяй, есть ли у этого пользователя кто. Если у пользователя доступ есть, каким-нибудь образом модифицируй. Как у нас может случиться эта модификация? Модификация тоже... То есть именно в the notification service в момент имплементации, когда могу поставить, отправь на модификацию, отправь push notification на телефон. Отправь там веб-версию где-нибудь какую-то еще модификацию. То есть в данном случае... Ну, естественно, там error service тоже как-нибудь залогирует. То есть в данном случае здесь, из-за того, что у меня тот же самый банальный version control, про который вы знаете, все вот эти вот сервисы, они взаимозаменяемы. Это один из видов сервисов, описывающих непосредственно бизнес-слой. Если к вам придет заказчик с подобным проектом, он скажет, Слушай, а все, что я хочу делать, это проверить, есть ли его доступ по доступу. Есть ли у пользователя доступ в эту страну. Если есть, идентифицировать его. Если нет, то отправь его. Детали реализации и впоследствии будут как-то меняться. Естественно, если у нас добавляется, то мы там ничего не перейдем. То есть какие виды сервисов у нас есть? По-хорошему, это может быть сервис request request. Когда сервис у нас полностью straightless, мы передали ему, банально, мы передали ему на вход определенную единицу, кто нам что-то рассчитал, например, широко в ней. Или вернул в ней сущность. Каким-то образом он это посчитал или что-то перекальпулировал. Либо у нас может быть хореографический сервис, где мы имеем меньше сказанности, и мы пытаемся из этого сервиса при помощи Publish Subscriber каким-то образом влиять другие сервисы. Или в Library Pattern или в Google или State Service, который полноценно все знает про вашу руку, он может полноценно управлять определенным бизнес-процессом. В итоге, что у нас делают наши данные сервисы? Они предоставляют приложение в интерфейсе для работы с данным. Они содержат методы, описывающие операцию данного. Они не содержат состояния, ну, флайвые исключения, и могут обращаться к реквизиториям или другим сервисам. В данном случае, рассматривая вот этот use case, почему про него хочется добавить пару слов, что именно use case, он обязан существованию бизнес-логик, которая, в данном случае, у вас в открытейшей специфике, ну, которая не принадлежит. И его задача, ну, тот код, который у нас тут написан, он отражает, что это use case. То есть его задача сводится к освобождению этого и открытейшей специфике бизнес-слогов от зависимости. Хорошо, я верю, что стало понятнее с этим заменением сервиса. Загаляйте дальше, что наш инфраструктурный лейлер, который точно так же есть у нас на фронте и на фронте, правда, здесь уже могут быть те вещи, которые выходят из современной. На этом слое у нас живут акиполы, у нас живут наши аймпоинты, могут быть наши секторы, гекторы или что-то либо. вот такой ролл. Не люблю модель. Это отдельный проскутинг рич. Аймминт. Здесь же вы дизайните свою струру. На примере классов, который экшен, редюсеры, селекторы и так далее. Здесь есть наши экшены. То есть в наших экшенах по-хорошему в идеальном мире мы используем описанные наши юзкейсы. То есть какой у нас может быть юзкейс? Юзкейс, например, юзкейс. У нас есть определенный пользователь, и мы хотим его просто реферифицировать. То есть, ну, один и один из подобных юзкейсов. В данном случае на infrastructure layer мы можем захотеть добавить какую-нибудь логу, добавить вальтерацию, добавить какую-нибудь именно application, то есть application логику. Вот здесь. То ли отправить запрос, то ли отправить что-то там, показать какую-то моделку либо что-то еще. В общем, также здесь может быть infrastructure layer сервисы. То есть это сервисы не там на инспекции, а именно вот уровня infrastructure. Например, здесь может быть сервис, как вы храните токены, как вы работаете, например, с какой-нибудь там сердцокетами, с хавами, что-то еще, и у вас может быть здесь определенный дизайн этого строя. Ну, в общем, application логика. Дальше тут наш последний layer, application layer. А как framework layer. То есть, в принципе, вот эти вот первые три слоя вы можете написать независимо React, Angular, что-нибудь там, Vue, либо что-то еще, что вы используете. Они сильно не привязаны. Как правило, в infrastructure layer у нас может проникать атак, что-то там еще. Ну, так или иначе, вот application layer, где наш backup framework layer, где по факту ваших компонентите, ваши компоненты, они взаимодействуют максимально только с домом. У них есть понятные... То есть, если даже логика в этих компонентах есть, то есть, она должна касаться исключительно дома, либо, то есть, работы непосредственно с UI. Если еще также лежат наши layout, спиннеры, картироны, и... Так или иначе, здесь лежат installation. Installation не должны участвовать в application логике, либо какие-то еще. И так далее. То есть, это вот уже тот самый уровень, который при правильном дизайне вы можете достаточно просто заменить. Если когда-то был backup out, заказчик говорит, хочу сегодня react. Если все более-менее правильно написано, action есть, dmdml рост, то есть и такой же. Вы под те же самые интерфейсы и контракты, которые есть у компонентов, выставлены архитектовые, приемные данные, вы их обменяете. В принципе, по архитектуре, по слоям это то, что хотелось сказать, но в продолжении, как это все выглядит на самом деле. У нас есть entity, сервисы, здесь у нас выше, юзкейс интерфейсы, далее у нас infrastructure area, который содержит API, store, e-module, application логику, либо, ну, естественно, на самом последнем уровне, у нас дом, компоненты, роялы, иначе. Здесь есть определенные технические restrictions для хорошей архитектуры, для того, чтобы ваша хорошая архитектура работала в вашем приложении, должны быть захватены минимум четыре слоя. То есть, уровень домино, уровень сервиса, уровень infrastructure, уровень application. При этом, коммуникация на этих уровнях, она должна следовать правилу сверху вниз. То есть, вы не должны нарушать вот эту концепцию, что вы в сущности отременуло его в какой-то сервере заряжаете или прям компонент, что-то там сделано. Если вы это нарушаете, то, скорее всего, если однажды вам этот компонент захочется использовать в другом контексте, то, извините, нужно будет это выпиливать. в другом контексте. Единственное, cross-layer connection, он следует принципу его принципу. Хочется все равно вот этот слайд и здесь одну вещь обозначить. Видите, между каждым слоем есть вот такая вот маленькая прослочка в виде вот такой вот черточки. Это черточка, которая объединяет разные слои, и они объединяются здесь теми дизайн-платтернами, которые вы, конечно же, знаете и любите. То есть, по-хорошему, наши вот эти вот слои, они объединяются в дизайн-платтернами. То есть, у нас есть стадия анаблирования, дизайна, то есть, предметации. И, возвращаясь к construction. То есть, мы из нашего рода, нам должно быть просто понять предметную область. То есть, если заходит новый проект, если заходит новый же очередь к вам на проект, в принципе, он может по вашему роду понять, о чем это предметная область. Что здесь вообще происходит? Потому как я встречал такие подходы, когда разработчик говорит, слушай, мы здесь используем хоки. Я говорю, классно, но хоки, они не отражают предметную область, они не говорят ничего о продукции, и все туда спрятано. Другой может сказать, мы используем здесь хоки. то есть, это все дизайн-паттерн. Стадия моделирования означает, что она может быть либо была упущена, либо он не обращает на нее внимание. Но, так или иначе, он говорит про дизайн-паттерн. Он не говорит про непосредственную имплементацию. При этом, читая наш код, нам должно быть достаточно просто говорить на одном языке с продукт-обнорами. то есть, мы прочитали код, он сказал, вот здесь поправь, какой денежный, чем добавить определенную политику, это nature. При этом, кодовая база следует слышим правила моделирования дизайна, это понятно. Архитектурная модель, она обведена, и она имеет ограниченные базы. То есть, если в какой-то момент, уходя уже в архитектуру, у нас может быть анимичная модель, у нас может быть полноценная модель, и так далее, это уже так или иначе это restrictions, которые можно вооружаться, если не разбираться. При этом, точно так же на проекте, у нас есть dependency rejection, который понятен, где у нас нету заинвицированной функциональности, не связанной по бизнес-логике в местах. То есть, если в бизнес-логике в уголовном компоненте написали, в другом месте вы хотите его использовать, то, ну, извините, вы нарушаете деньги в другом месте. Естественно, комбинация ваших выбранных маленьких элементов или структур, она должна помогать соединяться в более большие системы. Самый банальный пример компонент вы можете объединить лично. Например, ваши селекторы в какой-то момент вы можете объединить фабрики. То есть, ваша рассматривая архитектуру, ваши запросы капи, они могут превратиться в определенную фабрику, и при этом вы будете, ваши ожидания, что ваш код будет делать и ваши оптимизации по вот этому непосредственно самому коду, они будут понятны. Это означает, что вот эти вот маленькие помарные элементы. Пускай то есть, ректоры, которые, скажем так, никто не хочет писать, пускай это экшены, которые создают много overplay. Следующий этап это как раз эволюция вашего проекта, потому как переведение его в эту плоскость, когда вы можете это оптимизировать. Мы потом чуть дальше коснемся. Это все то же самое. В итоге вот эти вот первые вещи, дизайн, они достаточно они строгие, они понятные, они переносятся между архитекторами и проектировщиками. И у нас есть творческий вызов. То есть у архитектора и те труда есть творческий вызов. Что такое творческий вызов? Мы должны определить основные абстракции, которые есть на проекте. Что такое основные абстракции? Например, на моем текущем проекте у меня есть для примера какой-нибудь айтем и этот айтем переходит в разные стадии. В нем может быть стадия превью, в нем может быть стадия с дополнительными кнопочками, где мы можем его редактировать, потом можем редактировать его с совыми условиями и так далее. то есть какие-то вот я вот этот свой core компонент я могу как-нибудь экстендить. То есть вот этот core абстракции я пишу себе экстеншн. Мне эта логика стремится самостоятельно переносимо по разным частям предложений. То есть это одна из задач. В этом у нас спланирован инженшн абстрактный слоев. у нас закрывающие core его виджеты. То есть все-таки вы построили себе специфик для вашего проекта. При этом вы создали атомарные маленькие структурки. Отношения между вашими атомарными структурами, ну то есть задние отношения между вашими атомарными структурами. Это может быть те же самые хоки, хуки, редакс, графки и так далее. Естественно мы начали заниматься domain-специфик language. Что такое domain-специфик language с отсылкой к Google. Это когда вам приходит заказчик с новой фичей, вы понимаете, что у вас есть определенная готовая фабрика, которой вы вызываете три метода и вот еще на 90%, ну в лучшем случае пускай на 70% она будет готова. Вот это domain-специфик домейн-специфик вот этих заказчик говорит сделай мне страницу на этой странице должны быть раз-два-три и при этом я хочу чтобы еще было раз-два-три вы понимаете хорошо я вызову фабрику вызову мне сделать страницу туда и добавлю вот такие вот элементы и в итоге половина функциональности она будет готова вы за дизайнером вы за дизайнером домейн-специфик и в итоге вот этих вот этих вот мы занимаемся моделированием мы занимаемся дизайном и в итоге мы занимаемся довольно дизайнером мне эти ученки показывали что я заканчивал поэтому по архитектуре это скорее всего все последнее что я хотел еще добавить что у нас есть жизненный цветок проекта когда мы говорим жизненный цветок проекта первое что вспоминается это сделать что у нас как правило есть сбор эквайрментов потом мы объявляем дизайнер нарисуем дизайн мы develop инвестируем демо и все стандартные сделаются но в данном случае хотелось проговорить не про сам из DLS а про технический life cycle project что такое технический life cycle project это можно представить архитектуру как длинные рельсы и как архитектор проектировщик если вы поставили ваш в принципе проект на вот эти вот рельсы то предсказуемость будущей жизни они будут понятны но это технический life cycle project он выглядит именно таким образом у нас будет с начала рождения проекта первые два месяца команда изучает доминовую область проекта мы планируем документы с инжекшн мы выносим основные свои мы обсуждаем наши код конвеншн и наши стандарты первый шаг у нас может быть и таким образом что мы уже продюсим код кладец стандартов у нас прошел определенная стадия код ревью мы обсуждаем сколько эффективны были наши конвеншн и вот на вот этой стадии нам нужно очень осторожно относиться к другому стандартов в принципе мы можем не до конца понимать скорость требования которые может заказчик но мы уже себе говорим слушайте это можно оптимизировать а вообще это все очень классно мы сможем это потом переиспользовать вот сейчас это еще не время делать можно дописать copy past у нас не только дальше у нас взросление когда мы уже понимаем на этой стадии 5-8 месяцев разработчик достаточно хорошо понимает элементную область он ожидает есть ожидаемая скорость изменения от заказчика вы уже привыкли к той скорости которой заказчик просит закатывать новые фичи и понимание домино на таком уровне что если человек не связанный с IT вы в принципе сможете ему это рассказать простыми словами рассказать о чем ваш проект о чем ваш продукт что вы там делаете достаточно огромное и вот скорее всего вот примерно вот в этой стадии мы понимаем что первые наши assumptions которые мы сделали в нашей области они имеют определенные недостатки и хочется их заинфлить и вот импров он скорее всего происходит уже на уровне мы учим такого периода 8-12 месяцев что мы рефакторим литические части вот здесь мы уже можем смело сделать наш принцип что-то будет улучшать и как правило это становится первым фичиком в нашем домейн-специфик домича интерприз 12 и больше ведь в идеальном ну в идеальном мире мы здесь уже занимаемся DSL почему важно почему важно вот этот DSL и вот эти вот фичи это колоссальная экономика денег заказчика то есть одна вот такая вот разработка она может экономить десятки и тысячи долларов то есть рассматривая то есть предположим команда 15 человек фронты в среднем конечно всех же тысячи мы раньше делали грубо говоря эту фичу м-двелопера в виде сейчас мы делаем за день за день два дня когда закончили потому что это за мной 80% и в принципе мы предвидим уже будущие предвидим уже будущие что на этом пожалуй все для того что не рассматривать м-н а а а Спасибо за презентацию. Мы, получается, успели рассмотреть древний дизайн на примере фронт-эн, но остается еще вопрос. Распространяется такой же подход к архитектуре веками. И что мы делаем, если она, например, не трассируется на архитектуре? То есть каждый элемент будет иметь такой же набор слоев, или против какой-то другого скидывается? Насколько я знаю, было время, когда вот этот лекоси-код, который у нас был, к ребятам приходили заказчики и говорили, слушайте, нам нужно проводок фронт все переписать. Они могли съедать миллионы долларов, в итоге релиза могло не быть. И бизнес понял, что они еще смогут заплатить 2 миллиона долларов, но есть риск, что они даже это не забудели. Когда появилась такая идея, давайте переписывать это частично, мы напишем сейчас в микросервис для одной определенной функциональности, и, в принципе, мы его кинем 200 тысяч долларов в этом, и не поймем, что мы это переписали, мы это взаимодействовали. И здесь, когда мы рассмотрели эти действия, там, front-end, back-end, когда я говорю про DSL, это та стадия, когда, чтобы его дизайнить, и ваши контракты должны быть ожидаемы с back-end, и то, как вы будете имприментить новые фичи, они должны быть понятны и для фронта, и для back-end, то есть в контрактах вы должны быть UTI на 80%. И вот только смотрите на фичи, но вы уже примерно представляете, что 80% у нас будет контрактов UTI. То есть это значит, что ваш адрес стало достаточно заявленным. Поэтому подход, ну, у MITTT, у нас на MITTT, тот уже депрессит. То есть на самом деле мы не должны сильно зависеть, микросервис у них не микросервис. То есть это означает, что мы ссылаемся на определенный уровень на конкретную имплементацию. То есть когда я вызываю определенные шансы принять, ну, то есть самый банальный экшен, при открытии страницы я хочу проинициализировать. И это понятно для разработчика S&P при открытии страницы проинициализировать. Это означает, что мне должен быть экшен инициализировать. Что он там делает? Он делает какие-нибудь api-podback, он как-то там агрегирует эти данные, и в итоге, ну, то есть я могу с этими данными работать, либо как-то их еще не будет. И здесь вопрос в том, что я могу вот эти вот api и так далее, я могу при помощи того же в control я могу подменять api, то есть ему подставить себе нужные вызовы. То есть в конечном счете мой вот этот вот use case сценарий инициализе, он у меня подвержен предсказуемому количеству вызовов определенных методов. Поэтому если мы в какой-то момент понимаем, что мы сильно зависим от того, что он на бэкэнде, то скорее, ну, есть шанс, достаточно отставленный вопрос, есть шанс, что вот здесь вот этот слой уже чуть-чуть, там нужно подумать о чем дизайнер. Ну, ладно. Надеюсь, это все. Приманое питание. Можем, ну, трошки детальничество, что имеется навозить под dependency injection design? Депенденцией инжекшен дизайнер, благодаря за вопрос, ответ в такой плоскости, что мы не инжекциями, ну, на примере сейчас компонентов попробуем в дальнейшем эскалировать на уровень такой визуальности. Мы не инжектим компоненты с определенной логикой, с определенной функциональностью на другие страницы. Если мы видим, что у нас такой же компонент в двух разных местах, так или иначе с похожим функционалом есть, мы должны явно обозначить, что он у нас является общим. То есть если мы не обозначим, что он у нас является общим, при этом этот компонент, не дай бог, он еще работает с каким-нибудь микросервисом, или еще с чем-то, он у нас пролез на другую страницу, и здесь мы понимаем, что, ой, слушайте, здесь нам нужно другой адрес сделать, чтобы его редактировать, изменить. То есть вот эта dependency injection, это та стадия, когда мы спланировали, и отдаем свидетельство, что, ой, слушай, он из одной фичи импортировал другую фичу, но есть шанс, что там изменится. То есть это означает, что у нас неявный идет, неявная машина дополнительная с инжекшнами. Есть еще вопрос в том, что в реакции его нет дополнительной с инжекшнами, и следить за ним приходится, ну, архитектор, как и отховщик, у тех людей. Надеюсь, ответил на вопрос. Дякую. 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 Дякую.